Всем привет! Я вас приветствую на своем YouTube-канале Сергей Ураец. И сегодня я отправляюсь в путешествие, в мото-путешествие на моем китайском мопеде Riga 4. Я решил поправиться в небольшое мото-путешествие протяженностью 30 километров. Я выехал из города Новоуральска и направляюсь на станцию Шурала. Я решил поехать по трассе, хотя по трассе это было бы логично и быстрее и безопаснее. Но поскольку у меня нету категории М, я решил отправиться, положить свою дорогу вдоль железной дороги. Я отправился рано-рано утром, в 4 часа утра, чтобы застать рассвет. Я очень люблю смотреть, как всходит солнце. Но не успел я поехать и 5 километров, как меня накрыла гроза. Феркала молния, гремел гром и пошел проливной дождь. Я очень боялся, что в меня попадет молния. И меня убьет, и меня не знаю, я очень этого сильно боялся. Но я взял себя в руки и продолжил свой путь. Конечно, я весь вымок, весь мокрый. В косоках у меня булькала вода. Со шлема стекала крапля дождика. И я продолжил свой путь. Буквально через 10 минут уже засвело. И стало более, более интересно ехать. И дождик закончился. И я более, не менее успокоился. Звучит музыка. Звучит музыка. Потихоньку восходит солнце. Потихоньку светает. И настроение у меня поднимается. И�-то фин. И�-то фин. Звучит музыка. И�-то фин. И�-то фин. Когда я пытался отправиться в первый раз в это путешествие, меня в поселке остановили ГИБТД, я не стал с ними гоняться и вам тоже не советую, потому что это может быть чревато. Вообще мне первый раз в жизни выписали штраф за управлением транспортным средством, не имея фрильского настроения и забрали у него железного коня в Небьянск. Но мне там ребята помогли, я не смог проехать мимо и не полюбоваться рассветом. Очаровательное выигрыш. Ну вот, я потихоньку доехал до станции Небьянск. Я считаю, что это большущий такой поселок, потому что там все есть. И магазинчики, и появлялись, останавливаются. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И дальнейшую дорогу я проложил. По территории Неба Рудянская. Или Неба Рудянки, как правильно это, я даже не знаю. Рано-рано утро, когда еще все спят, все смотрят свои любимые сны. А я тем временем еду на лопеде до пункта назначения, до станции Шуала. Самый трудный участок дороги я уже прошел. Потому что я считаю, что это одна из самых ужасных дорог между Вихневицком и Небу Рудянской. Ямы, кочки, можно легко убиться. В общем, очень опасный участок дороги. Тоже ходить пешком, если есть такое желание. Также я не забываю получать удовольствие от езды на мотоцикле Мопили. Мне ведь, мне очень нравится ездить, кататься на мототехнике. Это так завораживает, так круто. Когда под тобой работает моторчик двухтахный или четырехтахный, колоссальное удовольствие. Было очень неприятно ездить по лужам. Потому что у каждой лужи высыпаются прямо к тебе ботинки. И в конце путешествия я приехал с полным ботинок воды. А тем временем я двигаюсь по лисочку. Мне очень этот лисочек нравится. Лисочек находится на станции Нива. Прекрасный вид на реку Нива. Вот и мой любимый рассвет. Солнце встает. Это так прекрасно. Но надо двигаться дальше. И я тем временем набираю обороты. Включаю третью передачу. И еду по моей любимой дороге. Солнце встает. Хороший. Но слегка грязноватый. Я прошу прощения, что 1 капель воды на камне плохо видно. Потому что иногда шел дождик. Но с тех пор, как меня окатила коза, меня не испугать дождиком. Я в городе накатался за гаражами. И очень хотелось бы еще покататься, но уже по станции Шогола. И поснимать для вас новые видео. Что-то новенькое расскажу и покажу. Что-то новенькое расскажу. Да так хорошо ехать по такой хорошей дороге, я получаю колоссальное удовольствие езды по такой дороге, надо будет это как-то повторить только в хорошую погоду. Меня обогнала электричка, которая следует в Нижний Дагил. И вот так потихоньку я добрался до станции Шуралы, до станции Шурала. Это было очень интересное путешествие для меня. Ну вот я уже и на станции. Я получил колоссальное удовольствие. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok